Еще раз добрый день. Меня зовут Анастасия, я уже как всегда представитель Тима Гамлетт. Сначала я бы хотела немножко рассказать в общем про это квадро. Можно переключать. Мне в этом поможет квадрильник. Сначала я скажу общее. Квадра Больта. Это вторая квадра. Замечательно. Значит, вторая квадра, хотя у нас третья лекция, как уже сказали, но немножко получилось так. Расскажу сначала про аспекты, которые являются ценностными для этой квадры. Порядок, пожалуй, лучше бы было немного другой. Сверхценностный аспект квадры Больта – это черная этика, этика эмоций. В чем она выражается? Она в отличие от альфа-квадры, в которой стремятся минимизировать негативные эмоции, здесь стремление максимизировать эмоции положительные. То есть это достаточно такая контрастная, скажем так, эмоциональная. Вот все романтика, страсть, внутренние переживания – это все то, что как раз таки соответствует представителям этой квадры. Второе – это экстравертная сенсорика. То есть силовая сенсорика направлена на минимизацию слабости. В этой квадре очень уважают сильных людей, уважают стойкость в борьбе с какими-либо лишениями. То есть очень важная здесь – это именно сила воли. Слабым быть в этой квадре стыдно, казаться слабым – это вообще… Есть вот в каждой квадре комплекс определенный. Вот комплекс шестерки так называемый – это как раз таки комплекс в этой квадре. Так, значит, далее – это интровертная интуиция, интуиция времени, интуиция внутреннего мира. Выражается в желании избежать опасности в накоплении определенного опыта по данному аспекту. То есть ценятся люди, так скажем, умудренным опытом, которые могут все проблемы избегать и уверенно чувствовать себя в экстремальной ситуации. Собственно, в этом, в принципе, достаточно свободно чувствовать себя в экстремальной прекрасной ситуации. И последнее – это интровертная логика, структурная логика. В этой квадре – ирогическая, дисциплинированная и организованная. Она отвечает, как тут уже написано, за внедрение новых порядков и организационных структур. Пожалуйста, далее. Что можно еще сказать? В стихии огонь, время года и это психологический возраст. У Альфы было детство, а у ВЭТа уже, соответственно, молодость. Квадросмут и революция – это очень пафосно, оно очень красиво звучит, поэтому я не могла это не отметить и даже картиночкой подчеркнуть такой аспект. Ориентирована на большие свершения, исторические перспективы, на решение вопросов, ну, в какой-то степени силой, пожалуй. Что еще? Это я уже все более-менее рассказала, это слишком пафосно, лучше сами прочитайте я. Ну, теперь уже мы будем рассказывать конкретно по тимам. Первый тим – Гамлет, наставник. Сначала, значит, я все-таки немножко расскажу о себе, как я понимаю, нужно это сделать. Меня зовут Анастасия, как я уже сказала. Я из города Иркутска. Я работаю преподавателем в институте, в госуниверситете, преподаю международное, публичное и международное частное право. Что еще можно сказать? Ну, тип Гамлет, психософский тип, если кому-то интересно, логика, этика, более физика или Паскаль. Так, ну, вроде как все чернологические моменты закончились, я вам факты выделила. А теперь, значит, уже конкретно. Первое, что мы расскажем, собственно, Гамлет – базовые признаки этих, интуит, экстраверт и рационал. Роль в квадре, как уже сказали, программатор. Темперамент – коллег. Стимульная группа – уникальность. То есть, главное, почему мы можем заниматься какой-либо деятельностью, главное, скажем так, мотивация, да, это именно то, что какое-то дело уникальное. То есть, не столь важен, например, статус или сколько мы будем получать, да, вот денег, допустим, финансов, да, все вот то, что мы делаем, важно, чтобы именно дело было интересным и уникальным. Психосексуальный статус коллектива, об этом я чуть позже еще скажу, актуальные отношения Максима Горгии. Здесь я еще написала некоторые признаки Рейнина, но про все их мы не будем говорить. Я бы, наверное, выделила такие самые важные. Значит, во-первых, аристократ, то есть то, что я уже говорила – это стремление к иерархии, стремление принадлежать какому-то коллективу и с ним себя отождествлять. Веселый, также называется субъективисты. Это квадры, в которых ценностно является черная этика. Кроме того, мне кажется, что достаточно важно является то, что нам будет негативист. Это ощущается очень сильно в том, что, скорее, мы скажем, чего-то нет, нежели что-то присутствует. И последнее – это квести. То есть здесь нет склонности к диалогу, к монологу есть склонность именно к диалогу. То есть даже, когда мы рассказываем, очень часто бывает задаём какие-то вопросы, и в каком-то таком режиме, в общем, значительно проще работать – получать отдачу. Пожалуйста. Дальше. Собственно, модель А данного типа. Я, наверное, не буду всё это зачитывать, да? Просто вот чуть-чуть мы на неё посмотрим, полюбуемся, как я долго училась, чертила все эти штучки. Вообще, может, надо скачать. Нет, если скачать, они бы были чёрными, а эти – серенькие. Тут, конечно, незаметно. Для общей эстетики для меня это было важно, скажем так. И, значит, первое, о чём будем говорить – это блок эго. Это, значит, первая и вторая функция – этика эмоций и интуиция времени. Это блок сильный, ценностный, и по нему, в общем-то, и определяется в основном тип, то, как он работает. Пожалуйста, дальше. Первая базовая функция – это функция этика эмоций. Это функция, как бы, основная программа, да, человека. Это его образ жизни и то, каким образом он вообще воспринимает миф и каким образом он принимает эту информацию. В чём это вообще выражается, да? То есть ты живёшь в постоянном ощущении каких-либо какого-то эмоционального фона, скажем так. Мониторишь вот всю ситуацию вокруг, чувствуешь эмоции других людей и сам живёшь вот эмоционально вот в этом состоянии. Причём, как я уже говорила, да, в отличие от альфа, здесь широкий набор эмоциональных состояний, то есть от комических и до драматических. В принципе, возможно, этики просто склонны к некоторому драматизму, да, в каких-либо ситуациях, состояний. И это нормально. В общем, кто-то считает, что вроде как, да что-то запариваешься, что-то об этом так думаешь, ничего страшного, если Гамлет или Есенин думают именно так. Это всё нормально. Относитесь к этому просто спокойнее, если вас это, в общем-то, раздражает. Так. Значит, чувствуется Гамлетику, эмоциональную атмосферу, собственно, умеет ей манипулировать. По поводу выразительности в мимике, жестах, интонациях, я не знаю, насколько сильно это проявляется конкретно у меня, потому что эмоция не самая высокая. Ну, может, и проявляется это уже как бы со стороны видения. В целом, вот, если говорить из личного опыта, да, как это проявляется, я когда веду лекции или семинары, я не могу вести их просто вот постоянно серьезно. То есть вот есть некоторые преподаватели, которые постоянно, вот им нужно, чтобы была идеальная тишина. Знаете, как вот, вы наверняка же там учились в школе, да, в институте, и некоторые преподаватели говорят, я хочу, чтобы было так тихо, чтобы вот муху было слышно. Ну, вот у меня лично такого, например, нет. Мне хочется именно чувствовать какое-то, ну, взаимодействие, да, с залом, взаимодействие со студентами, допустим, вот, в конечном время. То есть я не могу вот ни разу за лекцию, да, не пошутить, чтобы все просто серьезно сидели и что-то писали. Ну, и, соответственно, я сразу об этом говорю, сразу говорю, давайте мы будем как-то активно это все обсуждать. И если ты приходишь, допустим, на семинар, и студенты сидят и просто смотрят на тебя, и ты так посмотришь на них, и ничего вообще между вами, никакой химии, да, не происходит, то это очень грустно, это очень тяжело воспринимается. Просто пытаешься как-то развеселить, что-то сделать. Ну, и если вот эта вот функция, она не нужна, если она не работает, то, ну, действительно очень тяжело, да, воспринимать ситуацию. Ну, это, кроме того, может выражаться еще и в другом контексте, да, как я уже говорила, в контексте драматическом. То есть гамлет может не только радовать и веселить, но может и, наоборот, загнетать мне эту эту атмосферу. Допустим, все сидят, да, в компании, всем весело, всем здорово, и ты такой думаешь, что-то все слишком какие-то веселые, вообще какая-то ерунда и непорядок, но нужен какой-то контраст. Ты начинаешь говорить что-нибудь вроде, а знаете, в это время, там много лет назад, что-нибудь произошло плохое, да, или там в Африке дети голодают, или, ну, что-то в таком духе. И все такие, да, и все такие загрузились, такой ништяк. Там все-таки фон поменялся, все здорово, можем дальше веселиться. Причем люди могут загрузиться, некоторые, вообще на долгое же время, да. А гамлет, и все хорошо, эмоции туда-сюда, и это все очень здорово. Ну, и, соответственно, последнее может повести за собой, увлечь, эмоционально вдохновить. Собственно, он является, как уже сказали, программатором квадры, вдохновляет всю квадры на свершение, в идеале весь мир на свершение. Ну, в общем, как-то вот так вот, пожалуй, функция проявляется. Ну, вроде все. Да, а, да, кроме того, гамлет может еще ощущать различные эмоциональные состояния, проводить их через себя, и, соответственно, выражать очень натурально. Вот как раз-таки пример. Если кому-то не видно, все видно? Кому-то не видно. Я могу зачитать. В общем, ситуация следующая. Люди на пикнике сидят вокруг палатки, и вдруг идет медведь. Мне говорят, медведь, все притворитесь мертвыми. Все, значит, просто притворяются, падают и гамлет. Ах, ох, эй, медведь, подойди поближе, у меня мало времени, передай моей маме, что я люблю ее. Ну, и все в таком духе, и настолько, что медведь прослезился. Вот это гамлет, да. Здорово. Вторая функция. Так, вторая функция – это функция творческая. То есть это некий инструмент в руках, базовой функции. Она уже более гибкая, легко переключается, легко подстраивается, но при этом она, как я уже говорила, очень сильная. И через нее как раз передается информация от человека в мир. Есть два варианта, как рассматривают интровергную интуицию, которая является творческой функцией гамлет. Это интуиция времени и интуиция внутреннего мира. Значит, первая, часто вот рассматривается как интуиция времени. Говорится о том, что Гамлет и Джеки физически как-то чувствуют вот это вот протяжение времени, да, понимают развитие ситуации во времени. Как вот в прошлый раз говорили про длительность, вот Дима Джека говорила, о длительности нотов, о каких-то вот таких вещах. Ну, в целом, это, наверное, достаточно неплохо работает, но вот именно каких-то конкретных примеров я бы лично не могу привести. Ну, разве что мне очень понравилось, как сказали, по поводу того, что не успеть к какому-то конкретному моменту, но успеть к ситуации. Допустим, сегодня я не успела ровно к двум часам, да, но, собственно, к началу лекции я всё равно успела. И то есть здесь мышление такое более... Ви, кому сейчас меня побьёт, я чувствую за то, что о чём говорю. Значит, да. То есть здесь взгляд на более такие глобальные ситуации, скажем так. Ну и то, что я говорила ещё до этого, то есть Гамлет стремится предчувствовать какие-то негативные ситуации, как-то пытаться их предотвратить, просматривать варианты, как это уже будет решать. То, что вдруг ты пойдёшь, а там бандиты, а там ещё что-то. Ну, всё это уже, в общем, изначально продумано. Так, что ещё значит? Ну и второе. Как мне, если честно, больше нравится, как это трактуется, это интуиция внутреннего мира. То есть Гамлет придаёт особое значение внутреннему миру и различает различные оттенки внутренних состояний. Причём как своих, так и внутренних состояний у других людей. Был вопрос по поводу того, что Гамлеты и Джеки копаются в людях, пытаются что-то в них понять и так далее. Как я это прокомментирую? Да, я с этим абсолютно согласна. Именно так это, скорее всего, работает. То есть, как сказать, это вот такое изучение, какой-то сёрфинг, что ли, да, внутреннего мира. И эмоции, да, в соответствии базовых функций других людей. То есть ты с интересом рассматриваешь различные какие-то состояния, пытаешься понять, что почему, как что связано, пытаешься вот предусмотреть какие-то различные варианты развития. Ну, фантазируешь, наверное, это тоже можно к этому отнести. И посредством этого ты также вызываешь какие-то эмоции. И вот эти эмоции, которые вызваны твоими вот такими внутренними состояниями, их Гамлеты многие могут похожи в творчестве, в музыке, в стихах, в картинах, в чём угодно. Ну, какой можно привести к примеру? То есть вообще со стороны это выглядит, наверное, как небольшие залипания, что ли. То есть для тех, у кого белая интуиция не в ценностях, наверное, выглядит как залипание. То есть ты можешь о чём-то долго рассуждать, думать, читать. Или копаться, наоборот, других людей. Вот почему ты так сделал? Вот ты же мог сделать под разлом, а почему ты сделал именно так? А знаешь, я тебе сейчас расскажу, почему ты так сделал. Ну, я в таком духе. Собственно, каким образом вызываются эмоции? Я не знаю, может покажется странным, да, что случилось. Например, ты можешь такой сидеть и представить, например, «А что будет, если я завтра умолю?» Все придёт на мои похороны. Что они будут чувствовать? Что чувствовала бы я, если бы я могла это чувствовать? Или если завтра война, и ты прямо вот сидишь, ты можешь, я не знаю, смотреть куда-то вдали, представлять о том… Ну, это же всё драматизм и так далее, вы понимаете? То есть, вы можете представлять о том, как ты раненый, ползёшь, кому заговоришь там, «Да я тебя дотащу, брось мне!» Ну, не знаю, в общем, это всё-таки эмоции разные. Это очень сложно объяснить, наверное, очень странно звучит. Давайте дальше. Так. Как много разрушений родилось во время его изучения в детстве. Вот как раз-таки смотреть на ковёр и получать его от жизни. Смотреть ковёр, наверное, лучше сказать. Так, дальше. Мой богатый внутренний мир так интересен. Собственно, как раз-таки именно это изучает гаммы. Копается в артушке. Так, ну ладно, хорошо. Значит, следующее – это блок СуперЭк. Это блок слабый, но осознаваемый, и поэтому мы чувствуем, что мы по нему, собственно, слабы. Но он не ценностный. То есть, по сути, если о нём речь не заходит, то всё равно. Самим мы особую информацию получать по этому блоку не хотим. Ну и как негативист, как пессимист и вообще, я могу очень много говорить по блоку, который у нас слабый, по которому я не издачник. Начнем, значит, с ролевой функции – это деловая логика. У нас двухмерная. И, собственно, ролевая – это слабая функция, которая работает по шаблонам. Проявляется она в незнакомой какой-либо ситуации, когда нам нужно показать себя каким-то образом, соответствовать, ну вот, ожиданиям, да, других людей. И, собственно, мы задаём то, что думаем, от нас ждут. А, собственно, Гамлет старается произвести впечатление образованного и делового человека. Вот поэтому в этой ситуации у меня есть очень хороший пример вообще из моей жизни. Я вообще всегда очень много работала по этой функции. Мне всегда хотела, чтобы все подумали, что я, в общем, такая умная, такая классная, так много всего знаю, как отдельно выцепляла эти фактики, знаете, типа программы, там, самые умные, да, и всё такое, где. Которые настроены на выдачу как раз-таки фактов, фактов, фактов подряд. Вот очень хороший пример как бы именно стрессовой ситуации, как включается эта функция. Когда мне было, получается, наверное, лет 18, мой молодой человек жил в деревне, его родители приехали, собственно, в отпуск, а мне нужно было посредством их что-то ему передать. Я с ними до этого ни разу не видела. Я думала, что я быстренько сейчас передам и уйду. И я такая, значит, прихожу к ним, отдаю, значит, эту вещь, и у меня такая мама, ну, давай побеседуем. И приглашает меня на чай. У меня было безумно страшно, намного страшнее, чем сейчас, да, когда я вам это всё рассказываю. Там вообще такой ответственный момент. В общем, я пришла. Молодого человека нет. Сидит, значит, мама и папа его. И, значит, начинают меня всякое распрашивать. И я ему начинаю выдавать кучу информации, вот этих вот как раз-таки фактов. Я вообще, когда волнуюсь, начинаю говорить очень много сложных слов, очень долго, я вообще не знаю, откуда вот берутся эти факты. То есть в духе, а вы знаете, что там вот этот вот художник, а вы знаете, что сейчас там в Африке, а вы знаете, что президент какой-то страны то-то сказал, и кучу-кучу-кучу-кучу всего, в общем, нам выдавало, вообще абсолютно разного. Я действительно не знаю даже, откуда у меня вообще взялись все эти факты в голове. Они сидели меня, слушали, кивали, по-моему, вообще особо не понимали, к чему это я. То есть они-то, наверное, хотели понять, ну, как бы, что это за человек, а я им так выдала, в общем, этот блог. Пришла домой, хух, вот. Потом звоню молодому человеку, спрашиваю, ну что, ну как вообще? Он говорит, ну они сказали, ну, начитанная девочка. Все. Я не знаю, зачем это было вообще, что я хотела доказать. Понимаю, что они совсем не хотели меня услышать, но вот оно вот так вот просто включилось. И, собственно, я вот реализовала как раз свою любовь. Ну, в принципе, это работает примерно так. Однако Гамлет устает от большого количества информации, если она идет постоянно. Достаточно, ну, нетерпелив, вы восприятие, если нужно долго что-то читать, долго запоминать, что-то выдавать. То есть выполняет именно в той, в действительной степени, работу, в которой требуется. Больше им не надо. Так, следующий слой. Вот примерно так это работает. У меня зачитатели всем видно? Очень не надо. Хорошо. Дальше. Болевая функция. Я понимаю, что она у всех любимая. Все просто вообще очень часто рассказывают о болевой. Она слабая, в ней чувствуешь себя неуверенно. Информация воспринимается болезненно, деятельность воспринимается тяжело. И обычно происходит переход на сильные функции. Так вот. Сенсорика. Ощущения. Гамлетт в принципе не сенсорик. То есть вообще ни та, ни другая сенсорика особо прям не работает. Ты можешь идти куда-то, весь такой красивый, все такое, а потом пальцы где-нибудь рукой зацепиться или там еще грохнется. Главное, дальше тоже пойти опять красиво потом. Значит, бытовым проблемами Гамлетт заниматься не любит и не переносит критики в отношении того, что ты сделал что-то не так, что-то не то и так далее. Если говорить о внешнем виде, то это может проявляться в некоторых крайностях. То есть, либо тебе вообще все равно, ты всем говоришь, мне все равно, как это выглядит, и я буду ходить, тут как непонятно кто, и, извините, меня зовут богатый внутренний мир. Либо наоборот, Гамлетт может очень, ну так же, как, наверное, и Джек, очень трепетно относиться именно к своему внешнему виду, все для мельчайших деталей просматривать и так далее. Лично я вот, например, не особо замечаю, в чем выражается, что меняется вокруг. Если кто-то повесил в комнате новые шторы там или что-то в таком виде, что-то новое спит, я там могу не замечать неделю, пока мне кто-нибудь не скажет, типа, а ты ничего не замечаешь? И вот этот вопрос, а ты ничего не замечаешь? У меня что-то изменилось? И так далее. Я вот в такие моменты чувствую себя мужиком, если честно, потому что обычно говорят, что мужчины в таком выступе впадают, но я вот тоже впадаю в этот ступор, и мои подруги в основном знают, что если я что-то заметила во внешности, какое-то изменение, значит оно точно вот прям классное, вот прям наверняка. Кроме того, значит, в чем это еще выражается? Ну, по поводу болезней, да, можно сказать, что если ты болеешь, то тебе не хочется, чтобы тебя кто-то видел в таком состоянии. Это еще, конечно, и то, что не хочется выглядеть славно, ну и вообще не смотрите на меня. Вы можете меня поддержать, написать мне смс или позвонить, но не смотрите на меня ради Бога, лучше вообще от меня отстанете. Ну и кроме того, очень важно для девушки, да, это вопросы с едой. Вот тут вот сбоку видно кому-то. Видно всем? Как я учился готовить? Собственно, здесь первое. Желтая карри. И горит тарелка, горит, ничего не получилось. Плов, горит тарелка, ничего не получилось. Сырная запеканца, тарелка горит. Банан, даже банан горит. В общем, не получается в этом отношении. Ну не то, что вообще не получается, то есть опыты накапливать по этой функции можешь, но ты не чувствуешь вот этого вот ощущения того, как должно быть подсознательного. Его нет. Моя бабушка, она Дюма. И вот она такая, и бабушка, и Дюма, это бабушка в квадрате. Спасибо. Она очень заботится, она прям вот вообще со всех сторон стремится окружить тебя этим уютом. Мне кажется, что если бы она жила со мной, то она бы до этого возраста до сих пор носила со мной все. Знаете, ты елочку супа наливаешь и переставляешь ее на стол. И вот очень долгое время, вот когда она даже сейчас приезжает, она говорит, ну ты же прольешь по-любому, давай я перенесу. Я не пролью, я ни в жизни не проливала, ну честное слово. Но ей кажется, что вот у меня все вот прям вообще плохо. И если, например, она меня учит что-то готовить, и я у нее спрашиваю, как это делать, она говорит, ну посмотри на глаз, там соли насыплю, что ты не видишь, что ли? Я не вижу. Она вообще не понимает, что я не вижу и не ощущает, а мне надо четко сказать. Как вот мне, значит, это сделать? Ну, иначе получится, что получится, скажем так, да? И вот по поводу решения с этим болевой, и я хотела... Я про следующий вопрос меньше уже говорила, это просто основаемый блог. По поводу решения. Джек, представитель Тима Джек, говорил о том, что решается все технологией. Ой, это же Тима. У Гамлета, мне кажется, все-таки больше решается именно посредством других людей. То есть нет ничего зазорного в том, что ты попросишь помощь, что тебя кто-то вот как-то обеспечивает, да, твою деятельность. Не в плане совсем, да, но по каким-то аспектам помогает. Это касается не только моей бабушки или там вообще каких-то людей, с которыми я живу, но также вот здесь присутствуют девушки, которые со мной вместе в группе музыкальной играют, они знают, что если мне нужно что-то там надеть инструмент, что-то там еще разобраться, я всегда запутаюсь, поэтому они просто приходят и помогают мне в этом. И это очень здорово, и как бы я в ответ вроде кака-бы такие классные, и вот это взаимодействие, оно, в общем, решает проблему, скажем так. Следующая функция. А, да, точно, здесь обнимашки. Это не то, что нужно гамлету, если вы не близкий друг и не кот. Дальше. Это как раз таки по поводу подбора одежды. У вас есть такое же платье, только черное продавец. А это разве не черное? Недостаточно. Далее. И это решение проблем. Отойдет от плиты женщина двое место на съемочной площадке. Вот такой должен быть мужчина. Так. Следующая внушаемая функция. Она также слабая, но она уже является ценностной. И человек очень благодарен за информацию по этой функции. Гамлету всегда нужно, чтобы все было понятно. Чтобы у всего была определенная структура. Тогда он чувствует себя уверенно. И как раз таки он всегда стремится к людям, которые могут объяснить ситуацию. Людям, которые ему понятны. Ситуации. Если он однажды оказался в этой ситуации или с этим человеком, то он уже подсознательно будет стремиться к нему. То есть это очень важно. Важно, чтобы человек какой-то правильно тебя направил. На научной деятельности, например. Есть один человек у нас на кафедре, который мне так все разложит, что я прямо все понимаю сразу. Как мне надо работать? Как делать эти стадии? В общем, это все очень здорово. Гамлет сам пытается быть логичным. Не всегда это получается. Но нелогичных людей он не любит вообще. То есть если ты не можешь понять, зачем человек что-то сделал. Он не может это объяснить. Или какие-то нелогичные поступки происходят. Это очень сильно раздражает. И вот такой лайфхак небольшой. Если вы хотите, чтобы Гамлет что-то сделал. Если вы хотите объяснить ему даже самый дурацкий свой поступок. Ужасный поступок. Просто объясните это логично. И все. Ну как бы, чтобы структура более-менее соблюдалась и все такое. Тогда Гамлет наверняка вам поверит. Дальше. Универсальный решатель проблем. Гамлет тоже. Максим. Видно? Красно. Все в цикле. У тебя все плохо. Если нет, ты молодец. Если да, что-то можешь сделать, чтобы справить ситуацию? Если можешь, ты молодец. Если нет, тогда не бой. Все. Дальше. Активационная функция. Валевая сенсория. Она слабая, но ценностная. По этой функции также охотно принимается помощь. Но она не просто принимается. В смысле вот информация по этой функции. Она также активно обсуждается. И человек активизируется. И начинает что-то тоже по ней, собственно, выполнять. Кроме того, эта функция также называется самооценочной. То есть если я по ней не успеваю, значит я молодец. Собственно, валевая сенсорика. Гамлет всегда уважает сильных людей, жилевых людей. Он может пробовать вас на прочность различными своими этическими манипуляциями, чтобы понять, сильный вы человек или нет. Если вы постоянно от этих манипуляций уходите, то Гамлет очень разочаровывается обычно. И это все уже не интересно и взянул его вообще. Но при этом очень сильно чувствует, действительно ли это сильный человек. Или это просто наносмотр. То есть если я нахожусь в компании, и какой-то человек, скорее всего, какой-то виктим начинает нарываться и начинает говорить как раз таки о том, что я такой классный, начинает как-то на меня пытаться давить, я чувствую, что это все фальш. И это абсолютно не интересно и это тоже вызывает только негативные эмоции. Вот. А если человек действительно просто уверен в себе, то к таким людям тянет и хочешь как-то подчиняться таким людям, скажем так. Я вот долго не могла понять эту ситуацию. С Викторией тоже советовалась на данную тему. В моей жизни периодически встречаются такие люди, которые просто говорят что-то, а я что-то делаю. Допустим, мы сидим в одной компании человека, который мне особо-то не знаком. И он мне так уверенно говорит, иди принеси мне чай. Да, например? Если бы это сказал какой-то другой человек, я бы сказала, а что это мне, иди-то и сам налей. А тут, как это сказать? Вот это не то, что тебе прийтик. Наоборот, ты начинаешь чувствовать себя настолько, что так и должно быть. Начинаешь чувствовать себя настолько спокойно, что человек знает, что он хочет. И я знаю, что от меня хотят. Я просто еду и наливаю этот чай. Да? Допустим. И вот такие люди, они периодически встречаются. Наверное, надо этому учиться как-то противостоять, потому что иначе тоже какой-то момент манипуляции происходит. Но, в целом, ты чувствуешь себя уютно и комфортно. Ты не чувствуешь какого-то прямо вот негатива. Если... По поводу прямому волевому давлению, противостоит стендон требует слишком большого физического напряжения. В принципе, изначально гамлет хорошо противостоит такому точечному напору. Но, если какая-то ситуация имеет место постоянно, то выносить её очень тяжело. Так. Кроме того, ещё можно отметить как импульс, но это я чуть дальше скажу, куда мы его пролистаем. Это типичный Максим Горький. Дуал. Люблю, когда гамлет рядом. Рядом, я сказал. Вот так это работает. Да. Так должно быть. Дальше. Следующее. Вот как раз-таки тот импульс, про который я говорила. Возможно, это частично можно отнести к болевой Есенина, но я здесь имела не вот эту часть, которую я хочу грустить и так далее, а именно то, что порой нужен человек, который тебя самотивирует. Знаете, есть такая фраза, да? Повторяйте позвонок, у тебя всё получится. Ты сильная. Я сильная. Ты матёрая. Я матёрая. Ты даже не знаешь, что такое сдаваться. Я даже не знаю, что такое матёрая. Ну вот в таком духе, в общем, надо, чтобы тебе подали этот импульс и такой, да, я пошёл, я буду делать дела. Дальше. Хочу рыбку, хочу мышку, хочу маску, хочу управлять миром. В целом, типичная в этой, я думаю, ограничительная функция — этика отношений. Собственно, ограничительная — это функция уже сильная. Она способна к поиску новых решений, но работает по ней скучно, неинтересно. И, скорее, она критикующая. То есть ты можешь получать информацию от других и относиться к ней фактически, скажем так. Что по поводу этики отношений? Хорошие отношения, они… Ну, давайте сначала, наверное, вот об этом немного. То есть этическую теорию Гамлетт создаёт себе сам. Как бы кодекс чести, да, что-то в таком духе. Не считая с собой быщаями или какими-то и авторитетами. То есть я думала, что вот это так должно быть. Взгляды на эти проблемы, всякие добра и зла и так далее, могут быть весьма своеобразны. В зависимости от воспитания, в зависимости от каких-то внутренних тараканов. Однако в любом случае Гамлетт будет последовательно придерживаться и вдалкивать их остальными, если это надо. Критика обличительного нрава. Значит, что хотела сказать? Так вот, хорошие отношения не принципиальны. Важнее, чтобы отношения какое-либо вообще было. А хорошее оно или плохое, то есть тебя ненавидят или обожают, это всё нормально. То и другое. Вот если пустота, если ничего, вот это вот грустно и уныло, и печально. И главное, чтобы было ярко. Кроме того, мне интересно слушать информацию по белоэтике, в принципе. Мне интересно слушать рассуждения о том, что люди считают хорошо, что-то плохо, какие-то разные сплетни по типу. Вот она плохо поступила там, или он там хорошо поступил. Это всё кажется очень субъективным. То есть ты понимаешь, что ты в любой момент можешь это раскритиковать, сказать в духе. А кто сказал, что это плохо? Ну, и преобразовать это всё совершенно иначе, да? То есть вот как мама, вот у меня Драйзер, например. Вот она мне часто говорит, что хорошие девочки так не поступают, да, например. А кто сказал, что... Ну почему именно так? Тоже непонятно. Плохой человек, он как бы так же может быть интересным. И если он интересный, значит для тебя он хороший человек, скажем так. Собственно, когда я шла учиться на юриста, я думала о том, что я вполне смогу, допустим, защищать каких-то плохих людей. Потому что если я поверю в то, что они хорошие, да, для меня лично, для меня это будет интересно, то я смогу, наверное, всё выбрать так, что, в общем, будет совсем иначе, скажем так. Ну и в связи с этим бывают некоторые конфликты, особенно с представителями, наверное, всё-таки Дейта Квадри. Тебе кажется, что они всё-таки хорошие, но аж прям вот вообще. И ты как-то пытаешься им доказать, что не всё вот так, как они думают, но они какие-то радужные. Ну ладно, дальше. Кто? Добрая фея. А почему с топором? Это настроение в что-то не очень. Ну, это ещё другой вариант. Добрые феи. Как мало вы знаете о добрых феях. Какими разными они могут быть. Типа того. Ну и последнее. Я, как понимаю, я уже её строю. Ну, в общем, очень быстро. Фоновая функция. Это интриция возможностей. Собственно, фоновая функция, она достаточно сильная, четырёхмерная. Но работа по ней не доставляет какого-либо удовольствия, это не очень интересно. Скорее, то есть, фоновая функция, она настроена на болевую дуалу. Дуалу максимума будет по войне. То есть, это можно сказать, болевая. И, соответственно, твоя деятельность направлена на недопущение какого-то развития негативной ситуации. То есть, ты предвидишь различные варианты и сам принимаешь меры по предотвращению каких-либо ситуаций. Так как я часто общаюсь с людьми, у которых эта функция ценностная или большой запрос на эту функцию, в принципе, лично я по ней работаю много. Но если не надо, то я могу вполне ограничить. И мне даже будет лучше, если я просто в голове у себя прокручу какие-то варианты. И потом просто, допустим, один вариант будет проще. Это всё будет. Значит, видит имеющиеся альтернативы, не станет об этом говорить. Тяжело переносит с другой стороны без перспективности, делать разные. Ищет различные захваты общих делов, сам ими занимается, но особо о них, в общем-то, не болтает. Собственно, что я хочу сказать. Много было разных картинок, которые я могла бы поставить сюда. Но я задействовала ограничение на свою интенсию, возможности. Поэтому я не поставила сюда ни одной картинки. И поэтому следующая картинка будет уже конец. Всё. У нас были вопросы, которые заранее задавались в интернете. Но поскольку Гамлету задали аж целых семь вопросов, то было вычеркнуто два. На один вопрос Настя уже ответила. Следующий вопрос. Гамлет самодостаточен в своих интересах, впечатлениях или достижениях. Или ему обязательно необходимы люди, публика, с которыми он всем этим непременно хочет поделиться? Ну, в целом, лично, мне кажется, можно это правильно, если кто-то считает иначе. Я считаю, что для Гамлету очень важно всё-таки именно отдача из внешнего мира. И эмоции как декстралец, и как эти, как он в первую очередь получает из внешнего мира. И этим он, собственно, живёт. И в этом всё может, собственно, и взаимодействовать. И если никаких вот этих внешних эмоций нет, то можешь просто чувствовать себя никак. То есть нет никакой отдачи, и ты не находишь подтверждения того, что, собственно, что-то кому-то нужно, что ты вообще существуешь. Это не значит, что постоянно нужно всё выносить на публику, да. Но всё равно это достаточно важно. Я помню даже, когда я была маленькая, и мне нужно было делать какие-то скучные дела, типа мыть посуду и всё такое. Было шок такое, оно называлось «Большой брат». То есть, собственно, люди там жили, да, и, я не знаю, видели бы или нет. Ну, типа дома два только отношения там не строили. Они там, ну, просто жили какие-то вещи и выполняли. Там везде были камеры. Когда мне было особенно скучно, я представляла, что вот, я иду мыть посуду, и все на меня смотрят. А как бы люди посмотрели за себя? Он был бы сказал, да. А если вот так? А если я скажу там то-то или то-то? Ну, в таком духе, то есть, когда отдачи этой совсем нет, ну, всё-таки хочется её получать, хочется делиться, хочется именно эмоции, ощущать для других. Всё. Следующий вопрос. Самые эпичные фейлы про вашу болевую белую сенсорику? Ах, да. Я забыла всё это сказать, когда про болевую рассказывали. Мне просто показалось, что я так очень много рассказала про болевую. Мне кажется, что в целом вот именно эпичных каких-то фейлов в плане других людей, да, что-то увидел, что-то ха-ха, там типа. Такого не было, потому что, когда обычно что-то происходит, такую неприятную на болевую функцию, включаются твои сильные функции. И, собственно, здесь включается этих эмоций. И если даже ты что-то совсем накосячил, ты можешь всё равно показать всем видам, всеми своими эмоциями, что так надо. То есть, да, я наделал сок на голову, не знаю, что-то такое нужно. Вот это вот, вот так вот надо. Мне порой кажется, что мода у нас, как минимум половина моды, рождается именно болевыми сенсориками. То есть, они такие, в общем, сделали что-то непонятное, вышли и все на них так смотрят. Они такие, ну да, и что, ну смотрите, как здорово. И всё такие, да, правда, здорово. И Джек ещё такой, да, это новый тренд, покупайте быстрее. Вот примерно, наверное, так это работает. Ну иначе я некоторые вот аспекты, можно объяснить, не могу. Поэтому каких-то прямо типичных фейлов, чтобы я не могла увидеть из этой ситуации, не было. Пора какие-то маленькие, какие-то моменты бывают, как-то пересолить или что-то не так сделать. Ну, это как белочка. Следующий вопрос. Насколько сложно Вам контролировать свои эмоции и насколько хорошо Вы прослеживаете их проявления у себя? В целом, контролировать свою эмоцию, он, мне кажется, может любой докладный человек, наверное, скажем так, да. В принципе, если что-то серьёзное происходит, то я не буду там дико смеяться и наоборот. В принципе, всё неплохо контролируется. Вот единственный вопрос по поводу силы. Мне всегда казалось, что, как сказать, ну что я недостаточно выражаю свои эмоции. Я вообще считала, что я лобик, как бы всегда. Я вот это не знаю, что я видела. Но причём людям со стороны видно, что ты выражаешь эмоции. Людям со стороны слышно смену твоих эмоций и всякое такое. Но вот сам ты именно силу, напору можешь не отдерживать. Так как гаммит рассчитан на достаточно большой напор, ему всегда кажется, что недостаточно, да. Вот это вот порой бывает сложно оценивать. Так, и следующий вопрос. Как проявляется рациональность у такого импульсивного с виду тима? Ну, импульсивность здесь больше, наверное, связана с эмоциональностью, да, наверное, с программной функцией. Но в целом я не вижу никакого противоречия между тем, чтобы быть импульсивным и эмоциональным, и тем, чтобы быть рациональным. Гамлет ориентирован на своего дуала, он уважает, в принципе, время. Но у меня это не всегда, но в целом уважают, да. Кроме того, в чем лично у меня проявляется, ты всегда ориентирован на более какие-то, как это называется, более вероятностные действия. Что-то такое, насколько я помню. И вот ты всегда стараешься заранее помнить. То есть я, например, подготовилась к тому, что я буду говорить сейчас. Если мне нужно пойти в магазин, я пишу список продуктов. Если я куда-то уезжаю, не дай мурту, я за неделю начинаю всё смотреть, что я возьму, записывать, потом ещё раз записывать, потом пересматривать. То есть в любом случае ты всегда знаешь, скорее всего, как ты будешь себя вести, что ты будешь делать. И ситуации, в которых нужно импровизировать, они даются достаточно тяжело. Вот в этом проявляются, думаю, особенности. И ещё можно задать вопросы и в зал. А вот у меня подруга была, ну чисто подружка и подруга. Ну да. Ну бля, вот. Белая этика не встала, это не важно. Она очень любила приседать мне на уши, когда у меня какая-нибудь проблема или чё. И это так поначалу интересно, ну прикольно как бы, ну что она эмоции выражает. Но потом это настолько становится нудно, вот долго-долго, вот она может прям полдня мне на уши присесть. И ещё, главное, когда я пытаюсь куда-то это идти, там чайная, ведь она... Ну Слава, кому я говорю вообще, куда ты чай, кому я сейчас приехал, что ли? Ну вот такое есть у вас, что любите кому-то одному, другому на уши так присесть, свои негативные проблемы, эмоции, там вот страхи. Вот она, например, ну с одним человеком связалась и, в общем, оказалась... Ну мы вспомнили ваш вопрос. Спасибо. Мне кажется, что здесь по двум моментам это по-другому не гамрит. Значит, во Герлах разговор по поводу проблем и всего такого, в принципе, не в ценностях у бета-квадры, я как говорила, что мы слабо, что-то такое вот возлагать неинтересно. Это первое. И второе, это всё-таки программная, сильная, чёрная этика, этика эмоций. Гамрит всегда почувствует, если вам неинтересно, если вы безразлично относитесь к этой информации, он не будет вам её выдавать. Зачем? Ваши отношения со Штирлицем? Мои отношения со Штирлицем очень хорошие. У меня молодой человек, собственно, Штирлиц. Мы до сих пор проверяем вот это, потому что говорят супер-эго, да? Отношения драматичные, но Гамрит же любит драматизм, собственно, чтобы не попробовать. Изначально Штирлиц выглядит как Максим Горький, он статологик, тоже сенсорик. У него очень сильная, у Штирлица может быть фоновая именно функция, чёрная сенсорика, которую Гамрит, как я уже говорила, чувствует. Он чувствует сильных людей. Как бы вот с фоновыми проблем нет. То есть ты ощущаешь всё равно достаточное количество информации. Если особенно Гамрит, как бикстин, начинает что-то там дарить, как-то с энергетическими манипуляциями, вытаскивать эту чёрную сенсорику, что её, вообще, достаточно много можно получить. И также, как я уже говорила, Гамрит, в принципе, возможно выдавать именно фоновую, да, вот эту сенсорию, возможность. Основная проблема, на мой взгляд, лично для меня, боевой как раз-таки Штирлиц. То есть вот это вот всё вот чётко должно быть по времени, туда-сюда. То есть он прям совсем рационал-рационал. Гамрит всё равно более свободно как бы обращается со временем, так как это творческая функция. То есть он, конечно, время уважает, но вот непонятно вот это вот, что нам нужно чётко сделать, мы не успеваем по времени. И ты такой думаешь, да и ладно, да, расслабься. Ну, или если ты ему, конечно, начинаешь объяснять то, что я говорила, о том, что, а знаешь, почему ты так подумал? Ты подумал по этому, по этому. И начинаешь копаться в внутреннем мире, Штирлиц, это тоже абсолютно не интересно. Ему об этом говорить очень сложно, особенно если ты начинаешь его выспрашивать, что он думает по поводу своего внутреннего мира и копания в нём. Это вообще безумно просто сложно. Ну и последнее, что сложно, это геалолитика. То есть не понимая, что человек ведет запрос именно на руля дежи. Отношения к добру, зло, что человек хочет. Вот это вот понимаете, когда он что-то об этом тебе говорит, тебе становится смешно, ты критикуешь, ты начинаешь говорить что-нибудь, например, неужели ты думаешь, что все в этом мире действительно такие добрые, хорошие? Какие-то такие вещи. И вот по этому моменту я поняла, что мне надо бежать из-за дозунгами, потому что даже я подумала, что я плохой человек. И если это уже придет, ему в голову будет не очень хорошо. А как бы в целом говорят о том, что изначально эти отношения не хороши, потому что оба типа отвечают общим требованиям друг друга. Логика, соответственно, ассенсорика, интуиция и этика. Кроме того, в рационал. То есть изначально все хорошо, а потом в дальнейшем ты начинаешь понимать, что ты не реализуешь себя по своим сильным функциям и постоянно выдавливаешь из себя что-то, что для тебя не ценится. Я пока до этого момента не дошла, поэтому ничего сказать не могу. У меня пока все хорошо. И даже если что-то будет плохо, кому-то любят драматизм. Ясно. Что-то другое. Что-то другое. И отношения от драматизма? Не могу точно посчитать. С перерывами. Ну так, примерно что? Да, точно. Драматизм, да, перерывы. Примерно. Ну, знакомые четыре года. Ну, у меня вопрос. Был слайд про готовку, про волевую. Это моя тема, да? Обычная. Да, да. С готовкой есть некоторая проблема. А как с восприятием еды? То есть, например, ресторанной еды, какое там, насколько вот соцветкой, курсом, минутой, и действительности, и прочее? У меня мало того, что, собственно, стенсорика белая волевая, у меня еще достаточно низкая физика в психософии. Поэтому для меня это, в принципе, не принципиально. И если я одно и то же блюдо, допустим, попробую несколько раз, я вряд ли пойму одно и то же, и то, что там больше-меньше посолила, или что-то такое. Если будет совсем неприятностно, я это смоглощики. Если это будет выглядеть как-то некрасиво, подозрительно, я это, конечно, есть не буду. А так, в целом, я могу есть одно и то же блюдо вообще в новое время, да, и все равно. Другой вопрос, если ты знаешь, как это готовят, да, допустим, то есть, если ты увидел там в каком-нибудь телевизоре, что все только готовят, плохо или страшно, тогда уже начинаешь, возможно, себя накручивать. Ну, а в целом, никакой какой-то блезгливости, таких вещей нет, просто все равно. Ну, Гамлет и с низкой физикой точно не фиксируется. По поводу с высокой я уже точно не могу сказать. И у нас есть последний вопрос. А, пожалуйста. Вопрос такой. Представьте, чтобы вам обратился другой Гамлет, собственно, за советом, каким образом ему наполнять свою творческую и базовую функцию. После этого, как вы считаете, вот это Гамлет? Я ни разу не встречала Гамлета, который бы задавался за таким вопросом. Базовую функцию вряд ли он вообще, в принципе, задастся вопросом, как ее наполнять. У него уже есть свое экспертное мнение по этой функции. Не могу представить, но честно, чтобы кто-то за этим обращался. Творческую? Может, у меня в 10-15 девочки. Она кому-то совершенно обращается. Хотя, у кого-то с твоей девочкой. Ну, я просто не вполне понимаю. Вот она ко мне обращается, и она спрашивает у меня, что? Как мне получить эмоции? Каким образом ей развиваться в этом направлении? Каким образом ей себя развивать, как Гамлета? Согласите, что десятилетний и сорокалетний Гамлет могут очень сильно отличаться по наполненности от них. Но как помочь человеку развивать себя как лично, как конкретно, как активно? Я вообще скажу сначала девочке, что не надо быть Гамлетом. Это плохо. Это очень грустно и тяжело. Я даже не знаю. Да я могу ответить по максимуму. Не нужен ваш ответ, молодой человек. Я хочу ответить. Я хочу спросить данного. Как наполнять? Я не знаю. Просто это наполняется изменом. Читать книги какие-то. Анализировать это всё. Он делает интуицию. Поскажи, что он делает интуицию. Нет. Не в этом плане. Не в плане книги, которые рассказывают о белой интуиции. А в плане какие-то философские книги, например. Книги по психологии, что-то такое. Мне кажется, 10-летний ребёнок не очень поймёт это. А так, в таком возрасте. Обычные книги, которые рассказывают о каких-то эмоциях, о каких-то переживаниях героев, проникациях. Каким-то таким образом, пожалуй, наполняться. Я думаю, что чтение книг это в целом значительно лучше, нежели получение информации в каких-то сомнительных источниках. Но разве что так. Так, это всё, что мы с этим десятилетним делаем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ